Недавно стало известно, что дирекция Российской Федерации сейчас в Гомеле для переговоров с Украиной. Пожалуйста, предсказать, у нас есть какие-то подробности? Наверное, в тему, потому что совсем недавно, ну, как мне доложили, малый Наполеончик, извините, что я о нем так говорю, обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать к белорусскому народу, обращаясь, если вы знакомы, и советовать, что им сделать. Ну, так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины. И даже не в нынешний момент, а время, которое предшествовало этим событиям. Вот им так хочется, чтобы такая была Беларусь. Мы хотим видеть белорусскую, мельком тут мне познакомили с этим, как она была раньше, нейтральные, независимые в этом духе. Ну и что? Нейтральные, независимые. Нам сначала оружие завезли с территории Украины, затем туда побежали наши беглые, и что до 2020 года. Там, в их лагерях, готовили бандформирование, и не только для войны на Донбассе, но и провокации у нас в Беларуси. Протасевич – это плод их воспитания, и пытались парни этого толкнуть на войнушку в Донбассе. Оленевича и прочее там, я уже и фамилии позабывал, мы вам это рассказывали. Мы обнаружили это оружие, это иники и прочее, прочее. Мало было. Затем закрыли небо, затем ввели экономические санкции. Впереди планеты всей. Кому он обращается? Мы же по-человечески всегда относились к украинцам. Ну, все делали. Что мы получили? И он сегодня выходит там в этой сорочке или в майке и начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине. Я недавно сказал, опасность в чем? Конфликт, который разразился на Украине, это цветочки. Есть, поверьте, я знаю о чем говорю, если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере, ни в американском, ни в каком-то другом он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День-два будет война, а через три дня мясорубка. Он мне напоминает 41-й год, когда бандеровцы жгли наши города и деревни вместе с фашистами. Ты о чем говоришь? Ладно, ближе к вашему вопросу. Мы перевернули, сжав зубы, я перевернул эту страницу. Наш народ никогда не перевернет. Я ее перевернул. С первых дней конфликта, вы знаете мою позицию. В 5 часов утра начался конфликт. В 5 часов 15 минут. Не в 16 часов бомбили Киев. Пусть не врет. Киев еще до сих пор никто не бомбил. А тогда, в тот день, в 5 часов 15 минут, у меня закончился разговор с Путиным. Когда он меня предупредил об этом. Поэтому я до минуты, до секунды знаю, когда начался этот конфликт. И никто Киев и не думал тогда бомбить. Вы хотите знать в деталях, с чего началось? Он упрекает, что с нашей территорией сегодня мы там воюем. Там нет ни одного нашего солдата. Там не то, что солдаты. Я вчера Макрону об этом сказал. Они один в один повторяют запятые, точки и так далее расставляют. Я ему вчера сказал, что не то, что ни одного солдата и какой-то боевой машины. Там не то, что нет пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов. Там нет ни одного патрона белорусского. И не только потому, что мы испугались и чего-то боимся. Нет, потому что это России не нужно. У них и боеприпасов, и патронов, и автоматов. И людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить. Поэтому не надо нас пристегивать к тому, где нас нет. Еще раз повторяю. Если они себя будут так вести, как сейчас, они же отлавливают русских и белорусов на Украине. Они их избивают. Они отбирают у них все, что можно. У нас около двух тысяч людей. Приехали к соседям отдохнуть. А сегодня они оттуда не могут не то, что выехать. Их просто избивают. Он что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Слушайте, они не знают наши спецподразделения. Безумцы. Не трогайте людей. Они приехали к вам отдохнуть. Наверное, и родственников немало, которые там живут. Они начали их избивать, травить. Они угрожают нам террористическими актами. Они подготовили там бандитов из числа беглых. Они их в группы сбили, как варвару, и нацеливают против Белоруссии. Я же это знал, что это произойдет. А сейчас в деталях. В 11 часов вечера примерно, примерно в 11 часов было уже темно. Накануне этого конфликта, заметьте, утром в 5.15 начался конфликт, а это было накануне. В 11 часов действительно с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты. Почему? Беспилотники россиян, беспилотники, скорее всего, возможно, и система радиоэлектронной разведки обнаружили. Три или четыре дивизиона, ракетные дивизиона, развернутые в 15-10 примерно километрах от наших границ, полностью развернули и подготовили к пуску ракеты. Они обнаружили. К нам обратились. Я говорю, нет. Мне позвонил министр обороны. Нет, мы должны уточнить. Мы подняли свои беспилотники, видим, что буквально 3-4 минуты они нанесут удар по нашей территории, по российским войскам, которые остались после учений. Скажите, пожалуйста, на моем месте ваше решение. Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал, да, ребята, мы это видим. И вот тогда россияне по этим позициям выпустили 2 или 3 ракеты. После этого позиции не стало. Да, это было, и я об этом честно говорю. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну? Вот шло это нагнетание. Я не обвиняю ни военных в данном случае украинских, и даже ни его. Не он принимал это решение. Он понимал, чем это закончится. Но он был толчком к тому, чтобы развязать эту агрессию. И уже по факту в 5 часов утра позвонил мне президент России и говорит, мы должны отвечать. Потому что идет явно, там уже на Донбассе началась волтузня и волокита и так далее. Я говорю, это ваше право. Высказав свою позицию, это ваше право. В 5 часов 15 минут началась операция. Вот как происходило в институте Беларуси. Сейчас и тогда мы не воюем против них. В этом нет никакой необходимости. Никакой. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают. И не нужно. Киев окружен. Города эти окружены. Где-то они заняли города. Зачем с территории Беларуси за 200, 300, 400 километров до Киева производить обстрел? Но это же безумство. Поэтому это вранье. Никакой войны с территорией Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем. Раненые, погибшие люди. Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом? Что в этом плохого? И будем лечить, и будем поддерживать, и кормить будем. Надо будет крестьянам, рабочим, людям помочь в Украине. И им поможем, я вчера сказал, и посеять поможем. Поэтому не надо на нас нападать. И тут из квартала 95 тут каким-то голоском подвывать, что белорусы, вы сделаете правильный выбор. Слушай, ты разберись у себя со своим выбором. У нас уже половина белорусов сделали этот выбор. Опоздал немного. Но почему в единый тон, в единый голос подпевают? Вот я с Эммануэлем Макроном вчера разговаривал, и он. В этой части один в один. Это как в 20-м году было. Отмашку дали, и все запели в один голос. Мы это уже проходили. Ну и совсем близко к вашему вопросу. Два дня назад, по-моему, я связался с президентом России. Я говорю, ну вот, готовы на переговоры? Да, говорит, я знаю. Мы готовы. Это было днем. Мы готовы приехать в Минск, вести переговоры. Все равно война чем-то закончится. Ну и дальше был разговор. Хорошо. Он потом опять мне перезван через некоторое время. Пожалуйста, я тебя прошу, обеспечь безопасность и проведение этих переговоров. Поможешь? Ну какие вопросы? Я же об этом заявил первый день конфликта. Поэтому вопросов нет. Согласились на все пункты, которые я перечислял, и даже больше того. К вечеру опять звонит президент России. Они отказались. Я говорю, ну отказались, это их выбор. Вчера поздно вечером на меня начали выходить, уже не буду называть фамилии, те, кто находится у них там под руками, упрекать кто-то, кто-то, большинство просить украинцев с элиты, суть, станьте между нами. Это цитата. Я говорю, да я стою с первого дня, пытаюсь стать между вами. Рассказал, вот как все это начиналось и так далее. Ответ. Ну не понимает. Ну мы вас просим. Ну позвоните сейчас Зеленскому. Позвоните, скажите ему, чтобы он остановился. Надо же понимать это все. Ладно, говорю. Хорошо. Позвоню. Но, говорю, вряд ли это будет иметь на него какое-то воздействие. Ну как будет иметь воздействие, если за спиной сидят те, кто его подталкивает? Кому нужна эта бойня, война? Плевать им на то, что погибнут эти украинцы. По нескольким линиям доложили Зеленскому, я уверен, доложили, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз закрутилось, вот поздно вечером опять позвонил президент России. Рассказал, как с переговорами обстоят дела. Готовы встречаться в Гомеле? Я говорю, хорошо, в Гомеле, так в Гомеле, если Минск для них очень плохо. Да, мы готовы. Пожалуйста, обеспечь, помоги. Рассказал, во сколько делегация приедет, там помочь. Мы все сделали. Встретили российскую делегацию, отправили в Гомеле, сопровождали. Там безопасность. За ночь губернатор, министр иностранных дел, все сделали. Ждут. Или ждем. За ночь его пытались найти, нашли к утру Зеленского. Ну, возможно, ответ переговорим. Ну, и так доверительно, я уже могу это озвучить, человек в неадеквате. Цитата. Он не понимает, говорю, что происходит. Я говорю, ну вы, я чем могу вам помочь? Пожалуйста, переговорите с ним. Я жду ответа. Я могу разложить все по полочкам, притом перевернув эту всю страницу. Вот что есть на сегодняшний день, если у них есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность и уничтожить свой народ, сегодня надо сесть за стол переговоров и решить те вопросы, которые сегодня, пусть даже выдвигает Россия. Я посмотрел. Слушайте, все возмутились. Денацификация. Денацификация. Что это такое? Разобраться с этими, как они их называют нациками и бендеровцами. Ну, согласитесь, вы хорошо, деноцификация. Это не будет нациков. Будут националисты. Ну, нормальные национально свядомые люди, националисты пускай будут. Не бендеровцы. Чего вы упрямитесь? Потому что завтра будет поздно. Завтра вы вообще и нациков, и нормальных украинцев потеряете. Или демилитаризация. Ну, станьте вы такой республикой, как Беларусь. Без ядерного оружия. Не требуйте и не упугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить. Технологии-то с советских времен остались. Там же ракетное производство было. И технологии были. Дальше, что там россияне еще требуют? По Донбассу и Крыму. Так они уже не украинские. То есть, то, что сегодня предлагает Россия к переговорам и проектам, решения, это уже все есть. Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину. Вы думаете, что Запад будет Украине помогать восстановиться? Что, Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там нефть. Там все, что нужно в земле американцам, там все есть. Однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина и про нее забудут. Так же было всегда. Когда-то мы были в этой повестке. Азербайджан с Арменией. И кто это помнит? Уже никто не помнит. А страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждем. Все сидят в Гомеле, ждут. Приедут, будут переговоры. Но не приедут, как президент Чаро-России мне сказал, ну что же делать. Значит, это их выбор. Поэтому последний раз я обращаюсь к этому вопросу. И вот с учетом того, что мы с журналистами встречаюсь, я предлагаю взять голову в руки, по-народному скажу, голову в руки и принять, какое бы это ни было решение. Жизнь человека дороже. И не надо сваливать на белорусов. Тель одна. Я же это понимаю. Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том, я об этом сказал уже во второй день конфликта, чтобы в спину русским не ударили с севера и с запада. Это наша задача. И мы это сделать не позволим.